Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем наше погружение в тестирование баз данных и MySQL. Поговорим о селектах, которые чаще всего спрашивают на собеседованиях, и разберем основные запросы, которые вам нужно будет выучить и попрактиковаться в их написании, чтобы вы успешно прошли ваше интервью. Если вы в первый раз попали на данный урок, то напоминаю, что у меня есть курс «Тестировщик с нуля», в рамках которого у нас уже было два урока по тестированию баз данных. Сейчас ссылка на эти уроки появится вверху. Ну что ж, давайте приступим и разберем сначала самую стандартную, самую первую нашу, так сказать, фразу, наш запрос. Это вывод всех значений из нашей таблицы. Но для начала давайте вспомним наши предыдущие запросы, которые мы разбирали на прошлом занятии. Это показать все наши базы данных, которые у нас есть, и необходимо выбрать ту базу данных, в которой мы будем работать. Будем использовать ту же базу данных, это студенты. Я надеюсь, что у вас получилось скачать SQL-сервер, установить его, и мы с вами можем работать на одной волне. Можете делать это параллельно, чтобы сразу отрабатывать технику. Мы вошли в нашу базу данных, и здесь у нас есть одна таблица «Courses», мы с ней и будем работать. Поэтому давайте сначала выведем все значения из этой таблицы. «FromCourses». И здесь у нас есть три поля, три столбца «Faculty», «Number» и «ID». То есть все данные, которые у нас содержатся в таблице, мы можем вывести с помощью такого запроса, либо же он еще называется «Оператор», где есть у нас наше ключевое слово «Select», «Значения» и наши таблицы, из которой мы выводим эти значения. Дальше, например, если мы хотим, чтобы нам не показывали дублирующие поля, то есть, к примеру, у нас есть в «Number» два дублирующих поля. Мы не хотим, чтобы у нас показывали всех первокурсников, а только одну запись, содержащая это значение. Для этого мы должны ввести следующий запрос «Select Distinct». Запоминаем это слово. Оно нам будет необходимо именно для того, чтобы отсеклись все дубликаты. Поле, возьмем наше «Number» и название таблицы. В итоге, как мы видим, у нас отсекается дублирующее значение, и мы видим только то, что не содержит дубликатов. Далее давайте разберем такую команду, как «Limit». То есть, к примеру, мы хотим вывести только первые две строки из нашей таблицы. Чаще всего у вас база данных не состоит из вот таких вот пяти строк, из пяти записей, а там содержатся сотни, а иногда и тысячи значений. Поэтому нам не нужно столько значений. Давайте выведем первые две записи. Для этого используем следующую команду «Select» в эти все значения «FromCourses». «Limit» — наше слово, которое будет определять, сколько мы хотим видеть строк, и количество строк. В итоге у нас выводятся только две первые строки. Так мы можем, к примеру, убрать ненужные нам значения и видеть только то, что нас интересует. Дальше есть такая возможность, как «Aliases» либо же «Псевдонимы». Это временные названия наших полей. К примеру, мы не хотим, чтобы у нас поле «Number» выводилось как «Number», а, например, имело название «Номер». Для этого мы пишем «Select number as номер from» — название нашей таблицы. И не забываем всегда ставить в конце точку запятой. В итоге, как мы видим, у нас изменилось название, но это временное явление. Если мы сейчас с вами применим нашу «Select» все значения «FromCourses», то, как мы видим, название нашего поля не изменилось. То есть мы можем присваивать какие-то значения. К примеру, если мы будем сделать с вами какие-то сложные запросы, то тогда можно их переименовывать, чтобы было немного понятнее, что мы вообще с вами делаем. Следующее, что я хотел с вами рассмотреть, это сравнение, либо же точное совпадение каких-то значений. То есть у нас есть наш «Select», мы хотим ввести какое-то поле из названия нашей таблицы, и мы должны присвоить какое-то условие, по которому мы будем искать эти значения. Например, давайте найдем «Select faculty number». То есть здесь нам выведется два поля, два столбца. «FromCourses», «WhereFaculty» равно… И обязательно используем кавычки «Bio». И, как мы видим, нам вводят те столбцы, те поля, которые нас интересуют, «Faculty и Number», при условии, что «Факультет» у нас равен «Bio». Также здесь мы можем использовать знак «больше», знак «равно», «больше» либо «равно», либо «меньше», либо «равно». То есть можем, например, «Select number from courses». Как вы понимаете, значения «больше» либо «меньше» мы можем использовать только для числовых значений. Поэтому мы используем здесь «Number», «WhereNumber» больше единицы. И, как мы с вами видим, у нас появились только те значения номеров курсов, которые больше единицы. Также я хотел обратить ваше внимание, что, когда мы используем знаки «больше» либо «равно», либо «меньше» либо «равно», то сначала мы пишем «знак «больше» равно» и то же самое для «меньше» равно. Именно в такой последовательности, чтобы у нас это сработало. Это то, что касается сравнений. И также мы можем использовать различные логические операции, такие как «and» либо «o». То есть, если мы говорим про «and», то у нас должны соблюдаться обязательно два условия, которые мы зададим. Если мы говорим про «o», либо в переводе с английского это «или», то у нас соблюдается либо одно условие, либо другое. И эти значения тогда выводятся. Давайте с вами это проверим. «Select» Давайте выведем «все». From courses where number равно 1 and faculty равно bio. Как мы с вами видим, вывелись только те значения, где номер факультета у нас один, и faculty значение равно bio. Как видите, у нас в таблице есть также теологический факультет, где тоже номер курса первый, но это значение не выводится, потому что оно не соответствует требованиям. Например, если бы мы с вами здесь использовали значение «o», и, например, факультет «gum», то у нас выводятся все значения, где у нас номер курса первый, и где содержится у нас название факультета «gumanитарный». То есть, либо это условие, либо другое должно соблюдаться. Поэтому у нас выводятся вот таким образом значения. Это что касается логических операций. Следующий аспект, который я хотел бы рассмотреть, это поиск похожих значений. К примеру, мы хотим найти слова, в которых у нас в конце содержится буква «o». Тогда мы должны использовать следующий вид запроса. И ключевое слово «like». То есть, давайте с вами выведем все значения «from courses where faculty» равно… И, как я сказал, мы хотим, чтобы на конце у нас была буква «o». Здесь мы можем поступить двумя способами. Если нас не интересует количество символов, которые будет до этой буквы «o», мы используем знак процента, ставим «o» и выполняем наш запрос. И почему-то у нас ничего не нашлось. А почему у нас не нашлось? Потому что я не использовал ключевое слово «like». Поэтому повторяем наш запрос. Вы видите, я уже тут несколько раз его запустил, чтобы освежить память вообще, что происходит. И только четвертый запрос до меня дошло, что я не использую слово «like». Бывает. «Where faculty» вместо «равно» мы должны ввести «like». Да. Сейчас мы поговорим, кстати, про нижнее подчеркивание, почему у меня не сработали вот эти последние… Вот этот последний запрос. Как мы видим, вывелось два значения «bio» и «teo» из поля «faculty» с последней буквой «o». То есть, все правильно у нас отработало. Теперь, когда мы говорим про нижнее подчеркивание, то нижнее подчеркивание всегда обозначает один какой-то символ, которого нет. Поэтому мы, например, его можем использовать в случае, если, к примеру, хотим, чтобы нам показало только те значения, которые заканчиваются на «io». Тогда мы вводим нижнее подчеркивание «io». И, как и ожидалось, нам показывается «bio». То есть, только один символ мы заменили этим нижним подчеркиванием. Также мы можем это комбинировать между собой. То есть, к примеру, нас будет интересовать такой запрос. То есть, первая буква у нас одна. Нам не важно, какая она. Потом должна быть буква «i». И потом знак процента. То есть, неважно, сколько идет символов после. Запускаем. И нам показывается «teo». То есть, тоже ничего сложного, как мы с вами видим. Очень удобно в использовании. Поэтому запоминаем поиск похожих значений. У нас идет по ключевому слову «like». Далее мы можем также искать какие-то диапазоны. Например, чтобы не писать очень много раз. У нас условия, что, к примеру, where number равно 1, and number равно 2, and number равно 3, and number равно 4. И так до бесконечности можно сделать это проще. Например, если нас интересует диапазон от 2 до 4, тогда мы можем написать следующий запрос. «Покажи мне, пожалуйста, все значения from courses, where number, ключевое слово between, между, и пишем те значения, которые нас интересуют от 2 до 4, and to and from». Запускаем. И, как мы видим, нам показывают только те поля, в которых совпало условие, что number у нас в диапазоне от 2 до 4. То есть, единички у нас здесь не показываются. Также сразу можем здесь посмотреть от противного. То есть, нам нужно, наоборот, показать те значения, которые не входят в диапазон от 2 до 4. Для этого используется слово not после where. Where not number between 2 and 4. Запускаем, и нам показывают только наши единички. Тоже, как мы с вами видим, ничего сложного. Также работает и с другими словами. Просто запоминаем, что надо просто поставить после where слово not. И, опять же, как можно упрощить еще нашу жизнь, если нас интересует не диапазон, а попадание в какие-то конкретные числа, то можно использовать ключевое слово in. То есть, в данном случае мы прописываем слово in. То есть, покажи мне все значения from courses, where number, in. И эти значения мы должны прописать через запятую в скобках. Например, нас интересуют значения 1 и 4. То есть, нам сейчас покажут те значения, в которых нам поровну 1 и 4. Как мы с вами видим, все сработало правильно. И нам не нужно было писать огромное полотно с большим количеством условий. Также мы с вами можем объединять различные логические функции в таком вот виде. То есть, нас интересует, что какая-то пара значений не важна. То есть, она может быть либо такая, либо такая. А какое-то значение обязательно. То есть, мы можем использовать такой вид запроса. То есть, покажи мне все значения from courses, where. Открываем нашу скобку, пишем значение. К примеру, faculty равно teo. or faculty равно bio and number равно 1. И нам показывают все значения, которые будут соответствовать всем этим условиям. То есть, запоминаем, что можно также объединять эти логические функции между собой. И осталось буквально несколько аспектов, которые я хотел сегодня рассмотреть. Это, во-первых, наша сортировка. То есть, к примеру, мы хотим отсортировать все значения в нашей таблице в алфавитном порядке. Для этого мы используем ключевое слово order by. И если мы хотим использовать в алфавитном порядке, то нам не нужно писать какие-то дополнительные условия, дополнительные слова, а просто то поле, по которому мы хотим осуществить эту сортировку. Давайте по faculty. Это так называемое ascending, то есть по алфавитном порядке. И, как мы с вами видим, осуществилась сортировка в алфавитном порядке. Если мы хотим сделать эту же сортировку в обратном порядке, мы должны использовать слово desk, сокращенно descending. И у нас осуществилась обратная сортировка. То есть, мы можем указывать те поля, которые нас интересуют, по которым должна она осуществляться. И последний аспект – это агрегатные функции. То есть, это sum, минимальные и максимальные значения, count – количество записей заполненных. И average – это среднее значение. Например, мы хотим с вами выделить среднее значение по полю number. Для этого мы используем уже полюбившийся нами select. Пишем название этой агрегатной функции – average. То поле, по которому мы хотим найти это среднее значение, в нашем случае это number. И название нашей таблицы. И нам посчиталось среднее значение по полю number. Если мы хотим с вами посчитать сумму, работает аналогично. Select sum по полю number from courses. И нам посчитало сумму в этом поле. Что еще здесь можно сделать? Можно найти минимальное значение в поле, к примеру, number. То есть, опять же, select min в поле number. Можем присвоить ему какое-то значение, которое нам бы хотелось видеть, какой-то псевдоним. Для этого мы используем ключевое слово s. Давайте назовем его min number from courses. И здесь заменилось на псевдоним. Минимальное значение у нас единичка. Нам его показали. То же самое с максимальным не буду показывать. Оно работает аналогично. И также мы с вами можем вывести количество записей, которые у нас заполнены какими-либо значениями. То есть, как это работает, мы вводим, например, select count по faculty, давайте, from courses. У нас здесь есть пять значений, и они все заполнены. То есть, у нас нет каких-то нулевых, пустых мест. Поэтому пять записей, они заполнены. И вот в этой такой табличке нам выводится, что их пять. В принципе, это все основные select, основные запросы, которые вам нужно знать. Ваше домашнее задание будет следующим. Во-первых, пройтись по тому флоу, который я вам показал сегодня. Если у вас созданы какие-то другие таблицы, то пройтись по этим таблицам, попрактиковаться по каждому из этих видов запросов. И также перейти на сайт W3Schools во вкладку SQL. И там тоже попрактиковаться по всем этим select. И также можете, так сказать, задание со звездочкой, пройтись по другим select, которые там есть. Но я думаю, вот этих всех вам будет достаточно для того, чтобы написать свои запросы на собеседование, когда вам будут давать задания. Увидимся с вами на следующем занятии. Оно будет посвящено join'ам. Поэтому готовимся, практикуемся, набиваем руку. А я, в свою очередь, говорю свою коронную фразочку. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok